Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил свидетельства о присуждении специальных стипендий. На них претендуют самые активные и талантливые молодежь. Торжественная церемония прошла в Доме правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Общественные активисты, актеры, спортсмены, журналисты, молодые преподаватели. На стипендию главы республики претендуют те, кто проявил себя в учебе и на своем рабочем месте. Чтобы получить заветное свидетельство, они проходят по-настоящему непростой конкурс. В этом году стипедиатами стали только 995 человек. На них необходимо равняться, отметил Михаил Игнатьев. Если взять общую цифру, 13 тысяч стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность у нас было учреждено. Ежегодно это в республиканском бюджете предусматривается. По государственным молодежным премиям Чувашской республики, я могу сказать, за последний год удостоены 120 молодых человек. Только в прошлом году была представлена 41 работа. Свою стипендию Константин Елисеев намерен потратить на дорогостоящий спортивный инвентарь. Студент четвертого курса увлекается легкой атлетикой, футболом и хоккеем. На счету юноши неоднократные победы на престижных чемпионатах. Выступаю за сборную Кооперативного института. Выиграем эстафеты. Также выезжаем за пределы Чувашской республики. Утром занимаешься, вечером тренируешься. Поэтому учебном процессе никак не мешает. Некоторые стипендиаты свой талант демонстрировали прямо в зале Дома правительства. Студентка ЧГУ Дарья Бельтяева накануне встречи с главой республики сочинила стихи для новой песни. Свидетельство из рук главы республики получили 22 студента. Ребята говорят, стипендия – это неплохой стимул двигаться вперед, к новым победам. Это не последняя церемония вручения свидетельств. К слову, стимпедиатом главы республики стала и моя коллега Ольга Пырочкина, ведущая этого информационного выпуска. Ольга, мы поздравляем тебя.